Я буду говорить о том, о чём, как сказал Сергей Сергеевич, Бибихин вроде относился с презрением, как будто. Я буду говорить о личности, но даже не о личности, а об индивидуальности. И у меня два эпиграфа. Один эпиграф из Бибихина, а другой из древних китайцев. Но они очень близки. «Нравственный закон в нас надёжнее звёздного неба над нами». Это из монографии «Другое начало». А у древних китайцев я прочёл обыкновенные люди, привязанные к тому, что находится вовне. Достойные люди, приверженные тому, что находится внутри. И мудрый знает, что и то, и другое – неправда. Итак, в чём, собственно, интрига дневника? Мой, по существу, главный тезис – это тематизация конфликта между высокой формой дневника и его профанным содержанием. Вообще говоря, это касается не только дневника, но и всей духовной жизни. Собственно, духовная жизнь – это оксиумарон. Если жизнь, то не духовная, а если духовная, то не жизнь. У Аверинцева в эссе «Ритм как теодицея» обсуждается, в частности, Евгений Онегин, где пошлая бытовая история оказывается в контрапункте с величественным онегинским ямбом, указывающим нам в сторону абсолюта. Аверинцев спрашивает, в чём религиозная ценность пушкинской поэзии? Не столько в учтивом ответе владыке Филарету, а в неуклонной верности контрапункту, в котором человеческому голосу, говорящему своё страстное, недоброе, нестройное, отвечает что-то вроде хора сил небесных через строфику, через отрешённую стройность ритма. Вот и дневник. Есть граница. Я хотел бы это подчеркнуть. Дневник – это граница, и в некотором роде это определение. Граница в смысле Хельмута Плеснера – это граница высокого и низкого, аполонического и дионисийного, ну и так далее. В дневнике этот конфликт выражается наиболее отчётливо. Его здесь нельзя не заметить. Как, например, можно его не заметить в Евгении Онегине? В дневнике же этот конфликт переживается как фундаментальный разлом, проходящий через душу каждого человека. Я буду исходить из двух текстов. Во-первых, это монография дневники Льва Толстого Бибихина. И во-вторых, это фрагмент собственного дневника Владимира Лениаминовича, опубликованный в сборнике «Дневник современного философа». Я говорю о концепте. Почему? А не о понятии. Понятия философского понятия «дневник» нет. Дневник, я думаю, как понятие, может быть, возникнет в будущей философии. Но пока дневник – это не понятие, а это некий концепт. И, собственно, понятие – это философское культивирование концептов. Философия есть прежде всего искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты, или искусство трансформировать концепты в понятия. И вот Бибихин в указанных работах именно этим делом и занимается. Он трансформирует концепт дневника в понятие дневника. Главный пафос Бибихина, да и не только его – без записанной мысли человека нет. Радикальное основополагающее значение дневника для человека, живущего в письменную эпоху после осевого времени, состоит в том, что человек живет в той мере, в какой возобновляет дневник. Без записанной мысли этого человека просто нет. Дневник – условие возможности самосознания. Это, конечно, не значит, что люди, которые не ведут дневники в классической форме, начисто лишены самосознания. Но дневник является определенной ступенью в культуре самосознания. Конечно, можно находиться в неплохой физической форме и без физической зарядки. Но зарядка – это определенная культура поддержания физической формы. Вот и дневник. Дневник – это выработанная тысячелетиями культура формирования и поддержания самосознания. Это технология борьбы с забытым бытием. Именно технология при всей машинности этого слова. Или, как сказано у Бибихина, дневник – это игла кощея бессмертного, спрятанная в самой глубине. Посмотрите на человека снаружи. Снаружи как будто все в порядке. Человек работает, у него семья. У правоохранительных органов и у секретных служб к нему нет претензий. Но посмотришь человека поглубже, а там рыхловато, неопределенно, не решены именно фундаментальные вопросы. Сколько подлости он сделал, сколько слабости, трусости, жестокости и предательства в нем таится. И это еще не все, потому что в самой глубине таится алмазное, абсолютно твердое ядро, которое и может выявить и высказать только дневник, который бестрепетно прорвется через все, что и выговорить-то страшно. Хотя, конечно, многие до этого алмазного ядра так за всю жизнь им не добираются. Итак, миссия дневника – прорваться к этому алмазному ядру. Или вот в свете доклада Сергея Сергеевича – к покою, к покою, покою как к энергии, к энергии как к покою. Или в другой традиции – прорваться к недеянию, к увей. Оно есть у каждого человека, но прорваться через грязь и невыговариваемый хтонический ужас повседневности – это удается не каждому. Вот, кстати, насчет успеха. Тут это слово звучало в очень положительном смысле. Я думаю, что успех – очень плохое слово. Не успех, а осуществление. Дневник – это не забота о своем таланте и славе, пишет Бибихин. Дневник – это как раз и есть энергия покоя. И прорыв к этому алмазному ядру не имеет ничего общего с успехом и славой. Пишущий дневник, я цитирую Бибихина, пишущий дневник, приставлен к делу, которое по любым меркам другое, чем забота о своем таланте и славе. В дневниках не то, что великий русский писатель еще… Это я цитирую Бибихина о Толстом. В дневниках не то, что великий русский писатель еще, кроме всего прочего, имел свойство вести записи о своей жизни и работе, а была неведомая инстанция. В нее мы должны еще вглядеться, перед которой стояла в первом лице русская литература. Дневник – это совершенно противоположное явление по отношению к персональному менеджменту. Совершенно наоборот, это занятие противоположное. И как раз дневник для того и нужен, чтобы преодолеть в себе это стремление к славе и успеху как низменное и недостойное. И дело не в том, чтобы рассматривать дневники Толстого, составляющие, кстати говоря, половину собрания сочинений, как еще одно сочинение. Дневник – это самостоятельный феномен, существующий в другой плоскости. Это самостоятельная сфера духовности, которую Бибихин позволил себе такое гипостазирование и назвал это неведомой инстанцией. Причем это главная инстанция. Такая инстанция, перед которой сама русская литература обретает свое самосознание и стоит в первом лице. Это тоже, как вы помните, цитаты из Бибихина. И значит, обретали самосознание те люди, которые составляют русскую литературу в широком смысле, то есть литераторы и писатели, художники, философы, ученые, религиозные деятели, именно в плане дневника. Почему Толстой и говорит, что не надо все писать по разным книгам, надо писать только дневник. И тут я позволил бы далее, может быть, отклонившись, несколько сблизить Бибихина и Гаммана. еще об алмазном ядре или, используя ваше слово, о крике у Бибихина. Есть в книге о дневнике Толстого такое душераздирающее место. Я процитирую Бибихина. Пишущий дневник и пишущий все это ко всему этому никакого отношения не имеет. Вот, внимание. В любом загнанном, истерическом, сумасшедшем состоянии, с разорванным ртом, потому что в психушке его кормят насильно ложкой, крича на отца, до его отца сердечного приступа, что он фашист, потому что он загнал его сюда. Вот этот человек, который сидит в психушке, хладнокровным, независимым вниманием видит свое состояние. Состояние отца, окружение и замечает каждую пуговицу на одежде. В дневнике культивируется способность к солилоквии или к солилоквию, смотря как перевести, которая как бы существует по ту сторону повседневного мелькания, по ту сторону заимствия. И Гамон зафиксировал в том числе и в самом себе эту фундаментальную способность к солилоквии и томление солилоквии по высокому диалогу. Что сущностным образом сближает Бибихина и Гамона? То, что, находясь как будто на периферии истеблишмента своего времени, они вдруг уже после смерти обретают свою значимость. Вот Гамма, совершенно забытый в академических университетских курсах, только теперь набирает вес и значимость по меньшей мере, как отец, основатель диалогической философии, составляющий фундаментальное дополнение трансцендентальной философии Канта. Вот так и Бибихин. Его ведь мыслили только в основном как трудолюбивого переводчика, как серую мышку Архивариуса. А теперь выясняется, что эта фигура сравнимая не только с Лосевым и Аверинцевым, не только с Мамардашлили, но это человек в первом ряду отечественной философии, которая занимает вот в той группе, которую представляла наша философия в 60-х, 80-х годах. Траектория философского развития Бибихина напоминает траекторию глубинного, глубинного развития Мамардашвили. Но обратим внимание, Мамардашвили, этот своеобразный иронический истеблишмент советского философского сообщества, пишет фундаментальное исследование о Марселе Прусте, чем обозначает свою устремленность на Запад, манифестирует свою внутреннюю миграцию. Мамардашвили выражает идеологию иродианства, западничества. Бибихин пишет по существу аналогичное исследование о дневниках Толстого, но обозначает сущностную ориентацию на Россию и на православную культуру. Это же уже соответственно зелотизм или, если сказать в российских терминах, что-то вроде Славяной Фикс. Связь Гаммана с Бибихиным существенна еще и потому, хотя в русской философской терминологии даже термина диалогическая философия долгое время не было, да его практически нет и сейчас, но Бибихин, как и ранее его Бахтин, по существу разворачивали именно идею диалогической философии. При этом различия Бахтина и Бибихина состоит в том, что Бахтин это признанный идеологист и он как бы так уже и хрестоматийно обозначен как участник вот этого процесса под названием идеологическая философия. А солилоквия, как речь обращенная к самому себе, остается у Бахтина в тени, а Бибихин эту солилоквию не только выразил, но и выстрадал. И собственно, вот те тексты, которые мы получаем сегодня, это в значительной мере обнаружения этой солилоквии. Это вот в плане теоретического такого развертывающегося значения Бибихина. Но вот когда я беру собственный дневник Бибихина, то он разочаровывает. Дневник самого Владимира строки, пока не требует поэта к священной жертве Аполло. Как пишет в одной из рецензий Ольга Балла говорит, темное бормотание о темном времени, поздний 91-й, ранний 92-й. Вроде бы все о социальном, пустые полки, сахар по талонам, нищие в переходе, драки в очередях, свое отнято, по сути, об одинокой уязвимости и одиноком отчаянном вопреки всему достоинству. Непосредственные магазинные и уличные впечатления, а также эхолалия средств массовой коммуникации и попытка на уровне обыденного здравого смысла сопротивляться этой эхолалии. Вот что я читаю в дневнике Бибихина. Тяжелый как кажется непреодолимый рессентимент. Бибихин пишет «Абсурд длится давно, абсурдом хотят убить, пришибить, вывернуть наизнанку, расплакаться, но нет, и всегда подбираю руки, ноги, челюсть, глаза и тащу, причем все это вываливается куда-то». Да, это другая интонация, крика. И речь как будто идет о каком-то злом умысле, абсурдом хотят убить, пришибить, вывернуть наизнанку. Апокалиптические фантазмы, в сущности, филистерские. Вот март 92-го года. Еще я сейчас пишу, это пишет Бибихин, «Через полгода буду уже воцарапывать из земли съедобные корешки». Но этот самоопровергающийся прогноз не подтвердился, насколько я понимаю. Но не выцарапывал Бибихин съедобные корешки в 93-м году. Но вот это такое дистанцирование от собственно дневника самого Бибихина, если иметь в виду вот этот необходимый синтез вот этих двух начал, о которых я говорил с самого начала, когда постепенно вчитываешься, то видишь, как прорезается высокое начало в этом ссоре голландской школы. И оно обретает особую ценность именно потому, что оно выкристаллизовалось именно вот в этом ссоре. И дневник здесь прежде всего обнаруживается как нравственная обязанность. Высокое начало прорезается прежде всего в этой установке, в нравственной установке. Читая дневник Бибихина и его рефлексию дневников Толстого, снова подтверждаю тот вывод, что дневник это нравственная обязанность человека. Молодой человек обязан вести дневник, как обязан иметь самосознание. Да, пусть он как персонаж детской книги записывает у себя в дневнике. Сегодня мыслей не было. и переходит к следующему числу. Но это же уже есть мысль сама по себе. И старый человек обязан подводить итоги своих дневников и писать мемуары, воспоминания. Вот так, собственно, и происходит процесс духовной жизни. но в этой своей функции происходят некоторые фундаментальные положительные вещи. Происходит разрушение ненависти. С помощью дневника разрушается ненависть, которая самым глубинным образом связана с перенаселённостью. Бибихин – это философ уже другой страны, не той страны, в которой жил Лев Толстой. Лев Толстой жил в сельскохозяйственной стране. Бибихин живёт в стране городской. И перенаселённость – это главная проблема. И тут, может, не совсем кстати, мне вспоминается герой романа Мелвилла «Белый бушлат», который в жуткой перенаселённости кубрика парусного корабля XIX века забирался на мачту на Марс, и там при свете звёзд писал свой дневник, который хранился в него в этом самом белом бушлате. Вот дневник обладает способностью вывести в другой план бытия. И уже Марк Аврели пишет, что в случае конфликта не надо стремиться победить, говорит император, уничтожить противника, надо уходить. И вот текст к самому себе – это есть форма фундаментального ухода. Духовный уход связан с физическим. Толстой всю жизнь, уходя в дневник, хотел, но не успел уйти физически. Поршнев, когда он рассматривает архаическую историю, он видит стремительное разбегание людей по планете из одного центра. И то же, что для нас главное – возникновение многоязычия как способа защиты людей друг от друга. Ведь сколь не было бы перенасыщено, перенаселено физическое пространство, дневник открывает каждому бесконечные просторы пространства духовного. И дневник как принципиальное, тайное занятие охраняет границы той самой индивидуальности. дневник позволяет дистанцироваться по отношению к физическому пространству, и оно перестает быть хтонически страшным и агрессивным, как агрессивно само пространство в коммунальной квартире или пространство межнационального соперничества или агрессивно пространство дрязг в гуманитарных учреждениях. Дневник – это символ и базовая форма осуществления духовной жизни. И это возможность осуществить поставленность на себя, на свою суверенность. И я бы сравнил дневник с меловым кругом Вии. Опасным стихиям социума поставлена граница, опять граница. И они, эти стихии социума, не могут так просто проникнуть в индивидуальность. дневник дает исключительную возможность думать то, что ты действительно думаешь. И я перехожу к заключению. Дневник, попросту говоря, я уже использовал выражение, это технология свободы. Он дает надежду прорваться к подлинному бытию. В введении дневника происходит самосознание, как деятельность, мелкие мысли повседневности, от которых мы не можем убежать, агрессивная пошлость и вульгарность повседневного бытия, мелкие мысли, которые, как мы помним, так мучили и одолевали климасом гена, в процессе дневника обретают возможность смысла. И жизнь в целом может стать осмысленной. Пространство тишины и молчания, создаваемого с помощью дневникового текста, и рождается подлинная свобода, такая, как самовозможность единства вселенской истории и индивидуальной судьбы, единства всеобщего единичного. И в связи со всем сказанным культура дневника, как мне представляется, приобретает большое значение для нашего Отечества. Какова вообще природа нашего мучительного национального кризиса? Дело не в нашей бедности, не в нашей лении, дело не в том, что нам не везет с начальством и не в происках пятой колонны, дело в том, что наш народ не умеет быть свободным. Как воскликнул Владимир Корнилов еще в 80-х годах, не готов я к свободе по своей левине, ведь свободы в заводе не бывало во мне. Свободу нельзя даровать свыше, свободу нельзя завоевать снизу. Всякое завоевание чревато новым рабством, как завоеванного, так и завоевателя. Завоеванная свобода все равно сползет в рабство. Свободу можно сотворить в тоске и страдании в рефлексивном творчестве своей души. И вот Таня Савичева в блокадном Ленинграде написала буквально треть странички, весь ее дневник. там заканчивает она так «Умерли все, осталась одна Таня». И вот Таня Савичева показала нам, как можно быть свободной в любых внешних условиях. и дневник с этой точки зрения это исходная индивидуальная техника свободы и ведение дневника сам генезис свободы уникальный способ подготовки к ней. Свобода может быть в сущности только тайной, в смысле закрытости вот этой самой индивидуальности. Она обязательно должна быть закрыта. и дневник это техника поэтому тайной свободы. Он позволяет прорваться к подлинному бытию души и в этом плане макрокосм и микрокосм в дневнике обладают возможностью совпадения. И введение дневника в процессе его происходит самосознание письмом. И как это можно сделать показал нам Бибихин не только в своих дневниках и не только в рефлексии дневника, но и во всей своей жизни. Спасибо. Спасибо.